Еще несколько лет назад на этом поле стоял лес. Жук-караед не пожалел вековые деревья и уничтожил их. Теперь восстановить былой лесной массив по силам только человеку. Хочется посадить эти деревья, эти кустарники, клумбы замечательные на всех 16 городских и сельских поселениях и здесь. И посвятить, конечно, нашим замечательным ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Курсанты Голицынского пограничного института, жители, учащиеся школ и детских садов больших везем, все как один вышли на акцию «Лес Победы», чтобы не только отдать долг памяти, но и помочь природе восстановить естественный покров. Нам надо любить природу, охранять. И наша задача, как заведующих, с детства прививать любовь к земле, к лесу, беречь природу, беречь воздух. Самое главное – научить детей, чтобы они любили все. Участники получили саженцы. Они еще совсем маленькие, но в каждое деревце вложена душа и надежда на то, что оно обязательно приживется и через несколько лет пустое поле полностью преобразится. Я скажу вам искренне, это очень трогательное, очень нужное для меня, для моей семьи, для моих коллег, для всех, наверное, мероприятие, в котором невозможно не принять участие, в котором мы будем всегда принимать участие, потому что это память, это свет, это что-то такое глубоко-глубоко наше русское, наше отечественное. И, наверное, нет такой силы, которая смогла бы что-то нарушить в нашем мире во всей той системе, в которой мы сейчас живем. Более 500 человек приняло участие в восстановлении хвойного леса Хлюпинского лесничества. Если каждый из нас на своем участке или около своего дома посадит хоть одно дерево, экологическая катастрофа нам не грозит. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.